Нужны ли прививки при наличии антител? Конечно же нет. Ну, то есть, прививки, с моей точки зрения, здесь вообще не нужны от коронавирусной инфекции. Но это им ход. При наличии, я бы сказал так, не при наличии антител, а у переболевших, у переболевших людей. Потому что у переболевших людей тоже же вырабатываются антитела, причем по полной программе, настоящие. Они вымываются из организма через полгода, через год, может, у кого-то. Потому что организмы все разные и по-разному вымывают эти антитела. Но сам-то иммунитет формируется на десятилетия. Поэтому какой смысл вакцинировать человека, у которого есть пожизненный иммунитет коронавируса, клеточный? Как только этот человек, я просто скажу для зрителей, чтобы еще раз понимали, как только человек, переболевший коронавирусом, проконтактирует с коронавирусом еще раз, с больным, у него просто Б-лимфоциты выработают очень быстро то необходимое количество антител, которое необходимо для того, чтобы предотвратить заболевание. Переболеют в естественной среде без вакцины? Ну, верно. Да, то есть они даже не переболеют. Если организм не будет ослаблен, там, или еще, даже если будет ослаблен, я думаю, что инфекция, просто болезнь не состоится. Но у этого человека вырастет количество иммуноглобулинов. У человека, который ранее перенес коронавирусную инфекцию естественным образом. А присутствуют другие механизмы естественного иммунного ответа, не только же антитела, которые тоже помогают. Существуют различные мнения.